Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, второй ребёнок в семье 14 лет. Избалованный ребёнок. Спим до сих пор вместе. Роды были тяжёлые, я постоянно за неё боялся. Теперь не могу выгнать из своей кровати. Днём всё хорошо, а ночью истерика. Всё покупаю, всё разрешаю, но вот с отцом развелись два года назад, и я в поисках нового мужчины. Она садится на сайт, лайкает мне самых старых мужчин. Постоянно меня фоткает и делает то пятачок, то рожкин. В общем, делается страшно. Я терплю, перевожу в шутку, но иногда хочется побить. Это в итоге какой-то протест. Что мне делать? Уважаемые анонимы, дело в том, что вот хотелось бы начать с того, что как бы протест и обида, да, ну, по сути своей. Это разные вещи. Вот. Протест и обида могут иметь, конечно, некоторые схожие элементы. Вот. Но, братья, всё же это разные проявления. Всё же это разные проявления. Я бы сказал, что протест это более взрослое поведение, нежели чем обидно. Обидно всё-таки это уж совсем детское, совсем детское поведение. Протест в этом плане повзрослеет. Не факт, совершенно не факт, что лучше. То есть, я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я не имею в виду, что, ну, что это, что это прямо хорошее. Что если я говорю, что это история про более взрослое поведение, то это совсем не означает, что это хорошо. Вот. Вот. В общем-то, и протест, и обида, чувство достаточно деструктивное, к сожалению. Вот. Это нужно признать, это нужно, ну, с этим нужно смириться. Вот. Ну, что хочется сказать? Сказать, пожалуй, хочется о противоречивости вашего сообщения. Вначале вы вроде говорите про то, что ваша дочка на вас обижена, а потом вы говорите, что это протест. Ну, и волей-неволей возникает вопрос, так это протест или всё же обида. Следующее. На что хочется обратить ваше внимание. Обратить ваше внимание хочется на то, что вы спрашиваете, что делать. Но сами же даете ей ответ на этот вопрос, что всё вы ей покупаете, что всё вы ей разрешаете. Вот. И до сих пор вы с ней, по сути, вместе спите. И, конечно же, конечно же, при таком подходе вашему ребёнку просто не нужно с вами расставаться. Ну, не хочет она иными словами с вами расставаться. Если честно, я тоже не совсем понимаю, зачем ей с вами расставаться. Ну, вот серьёзно. А какой ей сейчас в этом, вообще говоря, смысл? Ну, в общем-то, никакого смысла нет. И мне кажется, что и вы сами себе не можете в полной мере ответить на этот вопрос. Вот. А больше всего, ребёнок довольно не самостоятельный. И то, что ребёнок, в общем-то, по сути, без вас никуда. И без вас, ну, как мне кажется, без вас она боится что-либо делать. Без вас она боится как-то себя проявлять и так далее. Но это вот, к сожалению, вами не учитывается. Если говорить о том, что вам делать, то я бы сказал следующее. Я бы сказал, что вам необходимо учиться выстраивать личные границы со своим ребёнком. Учиться говорить ей нет. Я бы сказал, что это является одним из самых важных моментов, на которые вам нужно обратить внимание. Вы говорите, что уражали её тяжело и что боялись за неё и так далее. Да, возможно. Возможно. Возможно это так. Точнее, скорее всего это так. Я вам верю. Я верю вам. Я верю в то, что у вас действительно вот есть какие-то сомнения и страхи на этот счёт. Я верю. Но правда в том, что сейчас ваш страх, во-первых, вашей дочери вредит. Во-вторых, вы, на мой взгляд, блокируете в себе какую-либо вообще возможность двигаться дальше. Какую-либо возможность вы в себе блокируете жить своей жизнью и позволять дочери также жить своей жизнью. Страх такой вот несколько нерациональный страх потерять. Ребёнка, страх за неё или чувство вины перед ней, которое у вас может быть есть, это нужно исследовать. Потому что, на мой взгляд, это то, что вам очень сильно сейчас мешает. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Вот. А я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знаю, как вы сами к этому относитесь. Да, я не знаю, согласитесь ли вы со мной. Но, тем не менее, вам нужно учиться увереннее говорить «нет» своему ребёнку. Потому что в будущем ей будет, я бы сказал, что, ну, очень-очень тяжело. В будущем ей будет очень-очень трудно. Вот. Вам, соответственно, надо бы больше обратить внимание на уверенность в себе. Потому что сейчас этой уверенности в себе у вас как будто бы нет. То есть, вот, ну, уверенность в себе и возможности опереться на себя у вас как будто бы отсутствует. К моему большому. К сожалению. Вот. И это очень существенно может влиять на вашу жизнь. Вот. Развод, расставание с мужем, это то, что, так или иначе, может оказывать на вас довольно, ну, довольно серьезное значение. В том смысле, что на вас это может влиять на вас, на вас это может оказывать достаточно мощное воздействие. Вот. И, соответственно, на это я бы также обратил бы ваше внимание. Просто потому что это, на мой взгляд, довольно, ну, серьезный вот с точки зрения именно психологии, да, аспект. Серьезный с точки зрения психологии момента. Вот. Дальше. Значит. Избалованный ребенок. Это не ребенок избалованный. Это избалованный вами ребенок. С ним до сих пор вместе. Почему уроды были тяжелые, я постоянно за него боялся. Но сейчас вы за него не боитесь. Вот. Сейчас вы за него не боитесь. А получается, что он, ну, по факту. По факту. Получается, что вы вроде бы как за нее уже не боитесь. Но действовать вы продолжаете так, как будто бы вы за нее боитесь. Это, мне кажется, не прямо страх ваш за нее. Мне кажется, что здесь больше, знаете, про что? Без ребенка. Без ребенка. Без ребенка. «Одинок». И что вы слишком, на мой взгляд, в нее, может быть погружаете. То есть, вы оставите свою жизнь... А слишком сильно. Слишком в зависимости. от нее. Я имею ввиду вашего ребенка. Вопрос только заключается в том, почему так происходит. Вот тот вопрос, который мне кажется, вам нужно себе задать. Это именно вопрос о том, почему я так сильно завишу от ребенка. Почему она может, собственно говоря, мной манипулировать и вот как бы, ну, требовать, словно говоря, от меня все, что хочет. Понимаете, да? То есть сейчас это происходит практически неосозненно. Ну, надо, как мне кажется, разбираться. Дальше. Днем сокращения очень истерики. Что это за истерика? Все покупаю, все разрешаю. Почему? Затем развелась два года назад. Развод – это всегда травма для, ну, человека. Для любого человека. Для вас в том числе тоже травма. Соответственно, травму нужно прожить. Вот. Отношения в браке необходимо проанализировать. Вот. Чтобы, чтобы вы не повторили ошибки. Понимаете? Чтобы вы не повторили ошибок с новым мужчиной. Дальше. Вопрос, который, на мой взгляд, очень всегда воспринимается, ну, как вам сказать, тяжело. Это вопрос того, для чего вы ищете нового мужчину. Нужно четко разграничивать здесь сферу потребностей, которая есть у каждого и у вас в том числе. И сферу ценностей. Что тоже есть у любого человека. Так вот, постарайтесь выделить. Вам мужчина нужен для того, чтобы ценности свои реализовать. Или для того, чтобы потребности свои реализовать. Или для реализовать. Понимаете? Понимаете, какая штука? Это важный момент. Мне бы очень хотелось, чтобы вы обратили на это внимание. внимание. Вот. Чтобы вы именно обратили на это свое внимание. Это важно. Дальше. А это вопрос личных границ. Ну, то есть, вот, в целом, это вопрос ваших личных границ. То есть, ребенок может совершенно спокойно нарушить ваши личные границы, понимая, что вы, в общем-то, ей это все страшно. Ничего ей страшного. Ничего ей. Точнее, за это не будет. Вот. И, конечно, она будет это делать. Ну, а как иначе? Вот. Как, по-другому. То есть, это вопрос к вам. Почему? У ребенка есть такая возможность делать это. То есть, почему она может, вот, условно говоря, она, ну, подходить к вам делать что-то. Почему? Вот. Она же не сама этому научилась, правильно? Вот. Вы этому ее научили. Вот. К сожалению. Вы показали ей, что так можно. Вот. И теперь, теперь вам нужно научить ее тому, почему, что вообще-то, так нельзя. Вот. Дальше. Значит, она не хочет, чтобы вы, ну, как бы, чтобы вы с кем-то были, потому что она не хочет, чтобы вы, ну, как бы, тратились, тратили свою энергию на кого-то другого. Вот. И, соответственно, хочет, чтобы, вот, вы оставались, ну, как бы, только с ней. Вот. Это довольно счастливая реакция у детей, которые привыкли быть в центре внимания. Ну, собственно говоря, внезапно, как ваша дочь. Ого. Понимаете, да? Какая штука. Вот это я и хотел вам сказать. Вот это я и хотел обратить вашу внимание. Дальше. Следующий аспект, который вы пишете, это да? Вот. Аспектарная фотка делает запрещение. Дальше. Чтобы я себе был не очень хорошего мнения. Вот. А, чтобы... Вы были, по сути дела, в полный её власть. Да, это печально, это достаточно грустно, но это вот, правда, к сожалению, так это, как правило, и работают. Дальше, идём, я терплю, перевозим в счётку, почему терпите? Вот понимаете, как бы, момент здесь такой, что терпя, вы не учите ничему хорошему её, вы учите её только тому, что с вами можно делать всё, что угодно. С вами можно делать абсолютно всё, что угодно, и вы ничего ей не скажете. Понимаете? Да? Это очень важный аспект. Как мне кажется. Далее. Дальше. Иногда хочется побить, что ты, пешнивая. Ну, вот, агрессия, это более чем нормально, в данном случае. Ведь вы, по большому счёту, себя здоровили и правили вообще, как только можно было. ещё бы вы не испытывали бы желания побить её. Вообще, мне кажется, что это хорошо, что вам хочется побить. Это значит, что некоторая здоровая агрессия у вас ещё осталась. Правда, её много, да. Во. Но она есть. Могло бы не быть вовсе. Поэтому я бы всё-таки вот над тем, чтобы, ну, как-то признать, признаться себе самой хотя бы в том, что вы злитесь на неё. Вот. И что это, ну, вот, в целом, в целом, да, нормально злиться на, ну, на неё. Вот. Было бы здорово. Было бы здорово, если бы вы, вот, с этим бы работали. Но, так или иначе, отношения с ней вам придётся менять. Потому что вот сейчас это просто увы и ах в плане того, как это может влиять на неё. Вот. К сожалению. Дальше. Это всё-таки какой-то процесс. Ну, процесс против того, что вы можете быть с кем-то, кроме неё. Вот. 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 Отсюда и, собственно, процесс. Вот. Вполне нормальная история. И если вы будете в таком ведуке продолжать, да, вот, то ни в коем случае ситуация не изменится. Вот. Ни в коем случае никак. Поэтому, что вам делать, что делать, чтобы что. Давайте определимся, чтобы что делать. Проблем у вас, как мне кажется, несколько. И, ну, таких вот глобальных, я имею в виду. Проблем. Вот. И надо, конечно, на мой взгляд, вот, поисследовать, чего вы хотели бы. Вот. В принципе. Вперва. Что вам нужно. Вот. А дальше уже можно будет о чём-то говорить. Вот. Такая вот история. Поэтому цель. 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 Аммм. Спормируйте. Спормируйте. Аммм. Цель. Аммм. И мы. Аммм. Психологи. Да. С большим удовольствием. Поможем. О. А пока что. Не совсем. К сожалению, я знаю. Амм. Чего. Чего вы. Хотели. для себя. В этой ситуации. По крайней мере. Вот. Понимаете, да? Что я имею ввиду. Эмм. На этом, пожалуй, всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что мой ответ вам интересен был. Я надеюсь, что вам могло бы помочь вам решение ваших трудностей. Вот. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью. Вам. Она. Пригодится. 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 Пригодится.